Почти два года назад, в январе 2013-го, в квартиру Галины Кувшиновой пожаловали незваные гости. По словам пенсионерки, двое мужчин предложили привести в порядок документы. Под таким благовидным предлогом Галину Григорьевну отвезли в кадастровую палату, где она, сама того не ведая, подписала документы о продаже своей квартиры. Почти год пожилая ангарчанка не подозревала о последствиях, пока в октябре не отправилась в ЖЭК за справкой. В документах собственником был указан совсем другой человек. А позже женщине стали поступать звонки с угрозами и требованием освободить квартиру. Тогда Галина Кувшинова за помощью обратилась в благотворительную организацию «Благо». Тяжелое разбирательство в данном случае производилось по причине того, что доказательной базы было мало. Мы информированы только о том, что на самом деле была незаконно проведена сделка и мошенническим путем была переписана квартира, даже, можно сказать, продана самой хозяйкой и неизвестное ей лицо. Юристы общественной организации обратились во второе отделение полиции. И хотя возбуждение уголовного дела было отказано, общественников это не остановило. Галина Васильевна у нас является ветераном труда и тружеником тыла. Поэтому мы обратились в нашу ангарскую прокуратуру для того, чтобы ангарская прокуратура выступала защитой, в защите, представляла ее интересы в суде. С помощью их мы выиграли гражданский суд, также мы обращались в АБЭП к Дмитрию Приходько. Он со своей стороны помог нам довести дело до уголовного суда. Также нас месяц назад приглашали в ангарский суд, я выступала там свидетелем. В первую очередь юристам предстояло доказать, что Галина Кувшинова подписывала документы, не зная, что делает. Для этого провели почерковедческую и судебно-медицинскую экспертизы. Затем дело передали в суд, который и признал сделку ничтожной. Другими словами, недействительной. Они все вложили, они все вложили, что могли, что могли. Все, все. Я не нахожу слов добрых. Таких было бы людей побольше. У нас безобразия такого в России не было. Дело в отношении мошенников, которые обманным путем пытались лишить пожилую ангарчанку жилья, пока находится на стадии следствия. Галина Григорьевна с помощью блага отстояла свои права. Но какой ценой? Три инсульта, случившиеся за последние два года, существенно подорвали ее здоровье. Этот урок, что не всем людям можно и нужно доверять, оказался для пенсионерки слишком жестоким. Евгения Шильникова, Владимир Селиванов. Местное время.